Перевороты, революции и катаклизмы. Исторические события – лучший источник вдохновения для сценаристов. В таких лентах они могут не только воссоздавать реальные события, но и дополнять их художественными деталями. Сегодня в обзоре лучшие исторические фильмы последних лет. Военная драма Мэлла Гибсона по соображениям совести посвящена Второй мировой войне. Главный герой – простой парень Дезмондос. Он религиозен и не приемлет насилия. Но когда начинается война, Доз отправляется на фронт. Правда, с его принципами парень быстро становится изгоем. Он терпит постоянную травлю за свою якобы трусость. Однако со временем доброта и милосердие Доза делают свое дело. Солдаты начинают понимать, что войне важно не только победить, но и сохранить в себе человека. Во время одного из тяжелых боев Доз выносит из-под огня целый взвод раненых солдат и становится первым идейным уклонистом в американской истории и удостоенной медали почета. Фильм получил две премии «Оскар» за лучший монтаж и лучший звук. Я не ладен, это сработает. Выхажь твою ногу. Потерпи. Через пару секунд будешь внизу. Я здесь. Я тебя удержу. Ты только не сомневайся. Драма британского режиссера Тома Купера «Король говорит» рассказывает о Георгии VI, оце нынешней королевы Англии. Власть переходит к нему после того, как его брат отрекается от престола. Но есть проблема. Будущий монарх сильно заикается и не может выступать перед публикой. Измученный борьбой со своим недугом, Георг обращается к логопеду Лайону Лулогу, который помогает ему не только преодолеть проблемы с речью, но и поверить в себя. Картина имела оглушительный успех. При бюджете в 15 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате свыше 400 миллионов. Отчасти благодаря потрясающему звездному составу. В картине играют Колин Фёрд, Джеффри Раших и Лена Боном Картер. Кстати, за роль Георга Колин Фёрд получил премию «Золотой глобус» и «Оскар». Сам же фильм получил еще три «Оскара» как лучший фильм 2010 года, а также за режиссуру и сценарий. Сохранять единство и выдержку и спокойствие в этот час испытаний. В завершение подборки драматический фильм-биография «Темные времена». Картина рассказывает о приходе к власти Уинстона Черчилля. Политик занимает пост в самое нелегкое для страны время в 1940 году, когда немецкая армия расползается по Европе и вот-вот оргнется в Англию. Несмотря на то, что Министерство иностранных дел настаивает на перемирии с Гитлером, Черчилль отказывается вести переговоры. Рискуя потерять пост, он направляет военные силы в оккупированную Францию, понимая, что от исхода войны зависит спасение не только Европы, но и всего человечества. Главную роль играет Гэри Олдман. За нее актеру достоился премии «Оскар», «Бафта», «Золотой глобус» и премии гильдии киноактеров США. Кстати, также «Оскар» картина получила за лучший грим. Чтобы превратить Олдмана в стареющего политика, гримеру требовалось 4 часа. Актеру приделывали накладки на нос, кулы щеки, челюсти силикона и парики.